Привет, друзья! Сегодня мы побываем на выставке Россия на ВДНХ, где регионы показывают лучшее, что у них есть. Конечно, по мнению организаторов. Давайте прогуляемся по павильону Костромской области и посмотрим, чем славится регион. И сразу вопрос, согласны ли вы с выбором организаторов? Может быть они забыли что-то? А может быть что-то совсем лишнее и ни к чему? Свое мнение пишите в комментариях. Итак, погнали! На выставке меня в первую очередь интересовали регионы Поволжья и Центральной России. Первым делом я зашел на экспозицию родной Кировской области. Здесь можно полюбоваться на огромную дымковскую игрушку в виде барышни. Еще одна достопримечательность это париозавр. Останки этих доисторических динозавров в большом количестве находят на склонах реки Вятки у города Котельнича. Динозаврам посвящен музей в Котельниче и динопарк в городе Кирове. Кировская область это еще и аграрный животноводческий регион, поэтому на выставке в качестве интерактива есть возможность подоить корову. Ну а я направляюсь к стенду Костромской области. Павильон Костромской области оформлен необычно, в желтых цветах, в виде стволов деревьев. Недаром лес считается одним из главных сокровищ региона. На этих стволах и размещается экспозиция. Соответственно, осмотреть павильон можно просто переходя от одного ствола к другому в более или менее случайном порядке. Гостям ненавязчиво помогали три студента, представители региона. На первом стволе коротко рассказывается, что Кострома входит в число городов Золотого Кольца и туристы могут заняться много чем, например, увидеть Волгу, посетить десятки музеев, храмов, попробовать местную кухню, в первую очередь сырые грибы, побывать на фестивале фейерверков. Особенно отмечается транспортная доступность. К Кострому легко приехать из мегаполисов на выходные на ласточке. У Костромы обширное речное хозяйство на Волге и в город можно попасть на круизных лайнерах. Их приходит 500 в год. Сезон начинается уже в конце апреля. Упоминается здесь и о галерии, благодаря которой Кострома получила свой герб. Она называется необычно Тверь. Именно на судне Тверь Екатерина Великая совершила путешествие по Волге, останавливалась в Костроме и именно оно помещено на герб города. Среди музеев, которые можно посетить с детьми, здесь называется Терем и резиденции Снегурочки, Музей Петровская игрушка, Лес чудодей и Сумароковская лосиферма. Взрослым могут быть интересны Терема Васташова, Погорелого, а также Костромская слобода. Еще показаны Костромской Кремль и Ипатьевский монастырь. Тут хочется отметить, что по поводу слободы я согласен двумя руками. Музей легко доступен, находится рядом с главными достопримечательностями Костромы и в нем куча интересных деревянных построек из самой глубины области. А вот по поводу теремов не все так однозначно. Во-первых, они частные и отнюдь не музеи. И до первого и до второго терема надо долго ехать, причем не по самой лучшей дороге. Терема Сташова это вообще гостиница и туда не попасть без броненомера или без организованной экскурсии. А терем в Погорелово это жилой дом, там живет престарелый то ли художник, то ли переводчик и, как говорят, он не особо рад гостям. Много внимания в павильоне уделяется связи Костромы с царским родом Романовых. Тут рассказывается о подвиге вотчиного староста Ивана Сусанина, который по преданию спас Михаила Романова от поляков. На стенде предлагается собрать из пазлов гравюру Ипатьевского монастыря, где юный Михаил жил несколько месяцев до прибытия посольства от Земского собора. Ипатьевский монастырь известен легендой о своем создателе Мурзиечете и тем, что там велась летопись, которая является важнейшим источником по истории Древней Руси. А еще на выставке представлены несколько предметов, явно подготовленных к помпезному празднованию в Костроме 300-летия династии Романовых в 1913 году. Но Костромская область — это не только терема, музеи и монастырь, но и современная промышленность. Об этом рассказывается на одном из стендов. В качестве примера — продукция Каллического автокранового завода и Костромского завода автокомпонентов. В регионе находится и Телма — крупнейший производитель автоэлектроники в России, единственный в стране, который выпускает антиблокировочные системы тормозов АБС и системы контроля устойчивости машин на дорогах ESC. Не менее важную роль в области играет лес. На стенде рассказывается про крупное лесоперерабатывающее производство в Шарье, Мантурово и Галиче. Тут можно потрогать древесину разных пород. Это ольха, береза, дуб. Можно увидеть и почувствовать разницу. Но лес — это не только производство. Это природа, зеленый мир, южная тайга с ковром из мхов или шайников. И здесь, в одном из импровизированных стволов, показаны красоты Калагрифского леса. Здесь его можно понюхать и послушать. Внутри странный запах, не очень-то похожий на лесной, и слышно легкое щебетание птиц. Отовсюду, со всех сторон торчит что-то живое. Кострома, оказывается, это ювелирная столица. Я с удивлением узнал, что здесь делают 65% всех ювелирных украшений России. В регионе работает более 500 организаций ювелирной сферы. Делают, например, и такие украшения. На отдельном стенде с видеоэкрана симпатичная девушка рассказывает, как она довольна своей жизнью в Костроме. Самый аппетитный стенд посвящен рассказу о разнообразной костромской еде. Жаль, что ее нельзя здесь попробовать. Щи не наливают, сыр не нарезают и даже черной соли не дают, а было бы весьма наглядно и приятно. Кстати, я не знал, что калагривский гусь это еще и блюдо, а не просто бренд калагрива, в связи с тем, что там на полях отдыхают перелетные гусь. А вот белые грузди прям захотелось попробовать. Ну, возможно, в следующий раз, когда приеду в Кострому. Но, наверное, это блюдо еще надо поискать в городе. А еще на выставке рассказывают, что помимо прошлого и настоящего, у Костромы есть и надежды на будущее. И залог этого – социальные инициативы, волонтерство и университет. В последние годы раскручивается бренд Костромы как родину Снегурочки. Не отстали от этого и организаторы экспозиции. Зимний ландшафт костромских просторов, морозный воздух и народные сказки вдохновили драматурга Островского на историю о Снегурочке, дочери Деда Мороза и весны красны. На выставке можно отправить открытку с помощью волшебной почты Снегурочки. А здесь можно собрать необычные варианты костюма Снежной красотки. Ну и закончим обзор зеркальной стеной. На нее нанесена карта районов Костромской области с основными, по мнению организаторов, достопримечательностями. Например, обозначена Княжья Пустынь, Пыщукский лес, Дом Тарковского в Завражье, Чухлымский терема, но почему-то нет Авраамевогородецкого монастыря. Часть этих мест можно увидеть в роликах на моем YouTube-канале. Ссылка на один из них вверху экрана. И вот в какой-то момент у меня наступило пресыщение избытком информации и толпами людей. Прогулка по выставке Россия заняла часа три. Больше я не вынес, но обошел далеко не все. Костромской павильон в целом показался мне весьма креативным и содержательным на фоне других. В нем много интерактива. Костромскую экспозицию отличает историко-культурный акцент и относительно невысокий по нынешним меркам уровень пропаганды. Я приходил днем в будний день и народа было не то чтобы мало. У самых интересных объектов люди теснились весьма плотно. Причем это как простые посетители, так и экскурсионные группы подростков. Какие-то люди в форме, со значками и даже аквагримом. Думается, что в выходные на эту выставку сейчас лучше не соваться. Друзья, спасибо большое, что уделяете внимание моему каналу. Буду рад лайкам, подписке и конечно же вашим комментариям под этим роликом. Поддержать меня можно донатом через бусти или патреон. Ссылка на них находится под этим роликом или в шапке канала. До скорых встреч!